Сегодня, 7 ноября, одна из самых ярких в нашей истории памятных дат. Ровно 100 лет назад произошла Октябрьская революция. За целый век это событие обросло всевозможными подробностями и домыслами. Отношение к нему в обществе менялось с восторженного на диаметрально противоположное и обратно. Но неизменным остается исторический факт. Это были действительно 10 дней, которые потрясли мир. Доподлинно известно, 25-26 октября 1917 года по старому стилю, 7-8 ноября по-новому, в Петрограде произошел захват власти. Отряды под руководством Петроградского совета разоружили выставленные правительством караулы, взяли под свой контроль вокзал, электростанцию, телефон, телеграф, но все это без единого выстрела. Временное правительство во главе с Керенским опомнилось, когда в Зимнем дворце отключили телефонный свет. Защищали его примерно 200 ударниц женского батальона смерти, 2-3 рот юнкеров и 40 инвалидов георгиевских кавалеров. Поддержку участникам переворота оказывал крейсер «Аврора», на котором служил и наш земляк, уроженец деревни Токташево-Козловского района Степан Васильев. С юных лет он пошел работать на Волгу. Работал он бакенщиком около Севьяшского моста под деревней Улитино. Из-за того, что он был близко связан с Волгой, ему приходилось работать и на пароходах, его взяли на флот и отправили из Казани во второй флотский экипаж, который находился на берегу Балтийского моря, в Петрограде и в Кронштадте. Его зачислили матросом на крейсер «Аврора». Он попал туда в 1914 году и прослужил на этом корабле до 1918 года. 25 октября, 26 и 24 октября 1918 года находился в составе экипажа крейсера «Аврора». Холостой выстрел с «Авроры» послужил началом к штурму Зимнего дворца. Кстати, спустя 10 лет крейсеру довелось выстрелить еще раз для фильма «Октябрь» или «Десять дней, которые потрясли мир». Для съемок «Аврору» зарядили двойным зарядом, чтобы на экране было видно пламя, и многие дома на Невской набережной лишили стекол. А вот на территории современной Чувашии в те дни практически ничего не происходило. Основная политическая жизнь кипела в губернском центре, в Казани и нескольких городах. К февралю 1917 года, когда последний император Николай II отрекся от престола, а власть перешла к Временному правительству, уже сформировалась чувашская интеллигенция. Поддерживающая революционные идеи. Довольно многочисленные, между прочим. Гавриил Алюнов, Дмитрий Петров-Юман, Александр Краснов, Петр Федоров. Это всего лишь малая часть имен, к сожалению, сегодня практически забытых. Причины в их политической принадлежности. Дело в том, что чувашские коммунисты, они, ну, процентов, наверное, 99, они все были в прошлом эсерами. Ну, все вы помните, 30-е годы, это не то, что не приветствовалось. Многие они пострадали от политических репрессий. Эсерами начинали свой путь в политику и другие деятели. Эльмень, Коричев, Максимов, Кошкинский. Последний старался скрывать свое революционное прошлое. Когда большевики переписали хронологию событий 1917-18 годов, как героическую историю с собой в руководящей роли, эсерам в ней места не нашлось. Сегодняшние коммунисты в этом отношении более лояльны. Я вот не совсем в курсе, конечно. Ради бога, пусть эсеры, но в итоге-то все равно большевики перехватили ЛЭ. Впрочем, сегодня, как и сто лет назад, в товарищах согласия нет. Помимо того, что КПРФ не заключает никаких альянсов с другими политическими силами, наследники октября ухитрились поссориться и между собой. Митинг у памятника Ленину сегодня проводили дважды. Сначала члены КПРФ, возглавляемые Дмитрием Евсеевым, а спустя три часа на демонстрацию отправились сторонники партийного лидера Валентина Шурчанова.